Монреаль Монреаль Смотрите, Матюш Шнайдер Болы на top of Loisel Да, Шнайдер вот так вот принял игрока Айлендерс Применил против него силовой прием Главный тренер Монреаля Жак Демерс Вот только он был на ваших экранах Главный тренер Нью-Йорка Айлендерс Легендарный Эл Арбор Ну, вроде у нас все обошлось Травма оказалась не самой серьезной А значит игра продолжается И Монреаль снова идет вперед Вот тут серия силовых приемов Опасный момент и гол! 1-0! Кирк Мюллер открывает счет в этом матче! Ну что ж, вот так вот, вот так начинается Эта игра Вот, пожалуйста, смотрим мы Кирк Мюллер сначала поборолся у Уорта Пошел на обострение на пятак И, пожалуйста, шайба в ворота 1-0! Ну вот, смотрим с чего здесь все началось Поборолся Кирк Мюллер У Уорта за шайбу Отнял ее и вот, пожалуйста, отправил в ворота Но сейчас мы поточнее узнаем И кто же все-таки стал автором этой заброшенной шайбы Показывает нам, что это действительно 11-й номер Кирк Мюллер А почему возникли сомнения? Потому как на пятаке находился еще и 17-й номер Кирк Мюллер А Монреаль снова идет в атаку Вот, правда, Эллендерс перехватывает шайбу Торджон Не точный бросок И снова у Монреали есть возможность для атаки 3-2 И о-хо-хо! Вот это да! Хороший был сейчас момент Замахнулся игрок в Монреале Хотел уже бросить по воротам Ой-ой-ой! Глент Хилли выручает свою команду Ну вот посмотрите, серия ошибок сейчас И с одной, и с другой стороны Да, ну вот ошибка-то игроков Айлендерс в обороне Сейчас была намного опасней Потому как игрокам Монреале могло В этой ситуации повести Они могли забросить и вторую шайбу Ох, так смотрите, сколько столкновений Сколько силовой борьбы Глент Хилли начинает атаку своей команды Правда на синей Монреале она заканчивается И снова канадцы начинают атаку Леклеан Ну так, не сложный бросок для Глена Хилли Ловит он шайбу Ну а нам показывают вот силовые приемы Да еще игрок Айлендер своего же игрока Задевает клюшкой Неприятный эпизод Да, вот так и травму можно получить Островитяне в атаке Бросок от синей И шайба отправляется к болельщикам, к зрителям Ну что ж, сувенир с полуфинала Ну я напомню, как развивались события вот в этой серии Первые два матча проходили здесь же в Монреале И Монреаль выиграла 4-1 и 4-3 Вторая игра закончилась в овертайме Команды переезжают на Лонг Айленд Где Айлендерс проигрывает первый матч 1-2 в овертайме И выиграют второй 4-1 Ну а сейчас вы видели, вот удаление будет у нас Шон Фил удален на две минуты За удар соперника Придется ему отдохнуть две минуты Посмотрим, что предпримут игроки Нью-Йорк Айлендерс Есть у них возможность для того, чтобы счет в этом матче сравнять Ну вот, пожалуйста, команды переезжают обратно в Монреаль Пятая игра И, возможно, сегодня мы узнаем имя первого финалиста Кубка Стэнли Опасный момент! Патрик Руа на месте Правда, броска-то такого сложного не получилось Да, и Патрик Руа здесь выручил свою команду По-прежнему островитяне в большинстве И не точная передача Ай-яй-яй-яй-яй! Да, момент хороший был И придется островитянам все сначала начинать Входят они в зону А Эрик Дежарден выбрасывает шайбу И придется островитянам начинать все сначала Но тут поаккуратней надо Да, вот такие ошибки, они, конечно, нежелательны И могут они привести к пропущенной шайбе Монреаль в меньшинстве И так Монреаль атакует Вы представляете, команды сейчас играют в меньшинстве Ну вот Тянут, тянут, естественно, игроки Монреаля время Хочется им прижать шайбу к борту, чтобы арбитр дал свисток Но этого не происходит Дает он командам поиграть А тем временем меньше минуты остается Монреаля провести в меньшинстве И у островитян есть еще вот возможность для того, чтобы счет попытаться сравнять Самоотверженные игроки Монреаля ложатся под шайбы 30 секунд островитяне еще будут в большинстве Розыгрыш шайбы, но вот бросков то нет по воротам Томас, бросок Да, и похоже, шайба снова покидает пределы поля Ну а болельщики вот так приветствуют успех своей команды Подбадривают они свою команду Да, вот за этот вот отрезок Вот на ваших экранах Гик Арбано 21 номер, без клюшки он И посмотрите, как самоотверженно он играл Вот он сейчас посмотрит, вот он без клюшки И посмотрите, бросается он Ложится под шайбу И вот эта часть аплодисментов Заслуженных аплодисментов Звучит в адрес Гик Арбано Браво, браво Гик Арбано Но один из лучших центров форвардов Оборонительного плана Гик Арбано И поэтому, наверное, удивляться здесь Ничему не стоит Островитяне по-прежнему В большинстве еще есть несколько секунд У них для того, чтобы Попытаться реализовать это преимущество Опасный момент Ну нет, звучит свисток арбитра Патрик Руа шайбу накрывает Но там, правда, и ворота мы видели с вами Были сдвинуты, но Все заканчивается благополучно Эл Арбур дает Какие-то указания сейчас своим игрокам Что-то, видно, не понравилось ему Может быть даже в действиях арбитра Вот, видим мы тут Пару добиваний И Патрик Руа все-таки потом шайбу накрывает Вот отсюда сверху Просто замечательно нам с вами все видно Вот, раз добивание Два добивания И здесь уже вроде как Все и заканчивается А тут вот еще и такая хитрость со стороны игроков Кеннедиенс Да, вот отбросила шайбу Патрик Руа Чтобы тот ее накрыл ловушкой Посматривает так Патрик Руа на секундомер Да, время близится к завершению уже первого периода Эл Арбур нервно расхаживает За спиной своих игроков по скамейке Да, там запасных сзади находясь По-прежнему атакуют игроки Айлендерс Опасный момент Патрик Руа выручает свою команду Браво Браво Патрик Руа А вот теперь точно он спасает Своих партнеров Появляется пятый игрок У Монреали Естественно будет зафиксирован проброс Да, вот посмотрите Одна часть болельщиков вроде как Бурно приветствует этот успех А другая часть болельщиков Переживает более Так серьезно нервничают они Да, смотрят Что вот сейчас действительно Островитяне Ну что, Островитяне сейчас могли счет сравнять И вот только-только появился Как раз пятый полевой игрок У Кеннедиенс Ну все обошлось благополучно По-прежнему 1-0 Монреаль пока выигрывает И у Островитяне еще есть время В первом периоде для того Чтобы попытаться счет сравнять Вот сейчас они атакуют Правда шайба уже в средней зоне Не удалось ее захоронить Островитяне отправляет ее сразу В зону Монреаля Пытаясь там зацепиться И побороться за эту шайбу Но, увы, у них ничего не получается Вот посмотрим, что сейчас получится у Монреаля Торджон с шайбой Бросок Шайба проходит мимо ворот И островитяне продолжают атаковать Торджон снова с шайбой Но вот просил у него партнер передачи Не получилась эта передача И тут же еще один бросок Лишь пилом бросал поворотом Но, увы, шайба даже не долетает до Патрика Руа Потому как кто-то из игроков там оказался Он сейчас запасный момент И гол 2-0 2-0 2-0 Да, браво Браво, браво Монреаль Ну что, расстроился Глент Филли Но это и можно понять Вот, естественно, его расстройство Ну что, Майкин отличился 12-й номер Давайте смотреть Киркмюллер поборолся там с Дарьюсом Каспарайтисом Браво, браво Здесь, наверное, стоит отметить и Джона Леклера Который просто закрыл Ну, практически весь обзор Глену Филли Давайте с вами посмотрим повтор И здесь вот сверху нам будет все прекрасно видно Посмотрите Да, браво 2-0 И Майкин забрасывает вторую шайбу Вообще Плей-офф Ну и вторую шайбу, естественно, в этом матче Монреаля И Монреаль снова идет вперед Ну вот, хотят уже игроки Монреале решить все Даже, может быть, и в первом периоде Сейчас будет удаление В составе Нью-Йорк Айлендерс Видели мы там, что там произошло Там просто уронили игрока Монреаля Какой-то борцовский прием был применен Показали нам сейчас такой прекрасный момент в исполнении Игроков Айлендерс и спасение от Патрик Руа О, как опасно Глен Хилли выручает своих партнеров Ну что ж делают защитники-то? Ну надо ж помогать как-то своему вратарю Ну, Глен Хилли практически один сейчас боролся Против игроков Монреаля Да, ну нельзя так играть в обороне Ну как-то поаккуратней надо То ли у островитян уже просто сил нету бороться вот так То ли я уж не знаю, что происходит Но Монреаль сейчас действительно выглядит намного лучше И даже здесь дело не в том, что сейчас островитяне имеют на одного игрока меньше Ну уж в обороне-то у своих ворот Все-таки надо как-то действовать более аккуратно Ну вот даже падают уже на ровном месте игроки Айлендерс А у нас остается до конца первого периода практически 15 секунд Монреаль в большинстве, а счет в матче 2-0 И продолжает канадца атаковать Правда вот сейчас передача не проходит Выбрасывает островитяне шайбы В это время звучит сирена, означающая, что первый период у нас закончен И мы с вами отправляемся на перерыв Начинается у нас второй период матча Напомню, это пятая игра Полуфинал Кубка Стэнли Нью-Йорк Айлендерс в гостях у Монреаль Кеннедианс 2-0 после первого периода канадцы выигрывают Ну что ж, пятая игра и здесь сегодня вот Можем мы уже узнать имя первого финалиста Кубка Стэнли 3-1 серия и Монреаль выигрывает И всего лишь остается сделать им один шаг для того, чтобы Выйти в финал Кубка Стэнли Проброс у нас матча И в Брассо не будет в зоне Монреаля Вот, пожалуйста, на ваших экранах 11-й номер Нью-Йорк Айлендерс Дарюс Каспарайтис Есть еще один игрок Нью-Йорк Айлендерс Это Владимир Малахов Играет он под 23-м номером Сегодня он в матче играет Посмотрим, как он себя проявит В этой встрече 2-0 Пока Монреаль выигрывает Ну вот у островитян, наверное, я все-таки думаю Еще есть шанс для того, чтобы попытаться Попытаться переломить ход этой встречи Но для того, чтобы это сделать Сегодня надо обязательно победить Мюллер шайба Опасный момент Уже лежа бросает он Да Опаснейший момент Монреаль в большинстве сейчас играет Посмотрим, получится ли что-либо у Монреаля сделать вот в этом большинстве Розыгры шайбы Дежарден бросок Глен Хилли потерял шайбу из виду Она за воротами там оказалась И теперь у островитян есть возможность для контратаки Так не спеша они это делают Пытаются, да, наверняка, наверное, разыграть Уже шайбу, чтобы прям, ну, практически с ней Может быть, даже и в ворота въехать И вот сейчас опасный момент Отсайд, отсайд Ну, вот мы идем Ди Пиетро с шайбом После швистка Томас бросил его Не будет засчитана эта шайба Вот тут Томас даже подъезжает к кригу Ди Пиетро Объясните ему, что был свисток И после свистка уже Ну, нежелательно бросать поворотом Ну, зачем это было сделано? Вот Понятно возмущение Томаса, да? Стив Томас, ну, понятно Игроки национальной хоккейной лиги, как, в общем-то, и другие хоккеисты, да? Не обязательно там, вот, национальной хоккейной лиги Они же очень суеверные И все, был свисток Продолжается у нас игра, Монреаль по-прежнему атакует Момент за моментом, вы посмотрите, и островитяне с трудом сейчас отбиваются Остается шайба здесь, в зоне Айлендерс Опасный момент! Да, ну вот дотяни сейчас игрок Монреаля до шайбы И, возможно, сейчас был бы 3-0 Неклер атакует! Гленн Хилли шайбу прижимает Вы посмотрите, что сейчас творится в обороне Нью-Йорк Айлендерс Вот Каспарайдис тут что-то пытается объяснить Дону Кахарски Который вот как раз и обслуживает сегодняшний матч Давайте еще раз смотреть, что же здесь было Ну вот я не знаю, можно объяснять все, что угодно, но упустили Леклера упустили, и, пожалуйста, отсюда и возник вот этот неприятный эпизод Ну тут, правда, еще и серия столкновений И Каспарайдис, он тут, так скажем, прессуют Да, припечатали его к борту, что аж клюшка из рук вылетела И как Патрик играет, он должен быть старый Так что, должно быть 4-10 Жак Демерс на ваших экранах Главный тренер Монреаль Кеннедианс Ну так сейчас спокойно, да? А вот, друзья мои, посмотрите, а та шайба все-таки была засчитана Ну вот, пожалуйста И уже 4-0 становится счет в матче Вот так Просто фантастика Ну, похоже, Нью-Йорк Айлендерс, ну, развалилась команда вот в этом втором периоде просто Да, и к радости болельщиков Монреале, заполнишь их форум до отказа 4-0 Ну, я вот даже и не знаю, что теперь можно тут сказать игрокам Айлендерс Как им исправлять вот эту ситуацию Даже и не представляю Потому сделать это будет очень и очень тяжело Да, Жено забросил вот эту шайбу, четвертую ворота Нью-Йорк Айлендерс Ну, посмотрим Чем ответил островитян Еще один опасный момент И 5-0 Ой-ой-ой-ой-ой-ой 5-0 Да, разгром Громят, громят сейчас канадцы островитян Но Тел Арбор уже даже не знает, что делать Будет сейчас замена вратаря или нет Посмотрим Глен Хилли, видимо, совсем уже расстроился Ну а как тут не расстроиться? Брайан Беллоу Один Совершенно один Находится перед воротами, да? Ошибка И никто ему уже не мешает Вот с такого расстояния он, конечно, мог поразить ворота Что, собственно говоря, он и сделал 5-0 Монриль Канадиенс ведет в этом матче Пятая шайба Брайана Беллоу В этом розыгрыше плей-офф Вот мне кажется, Эл Арбор берет тайм-аут Для того, чтобы как-то успокоить своих игроков И посмотрите, призывает он их продолжать играть Биться до конца надо Браво, браво Эл Арбор Заводит он сейчас свою команду Ну что ж, посмотрим Возможно, вот его наставления они Пойдут на пользу Так, а вот и Жак Демерс Наверное, дает какие-то указания своим игрокам Видимо, просит их Успокоиться, да? И играть более аккуратно все-таки в защите 5-0 Монриль Канадиенс в пятом матче Выигрывает у Нью-Йорк Айлендер Полуфинал Кубка Стэнли Посмотрим, чем ответят островитяне Вот менее 5 минут у них остается для того, чтобы что-либо предпринять В этом матче Вот объявляет нам, кто забросил пятую шайбу И сделал это, как я уже говорил, Брайан Белолс Монриль снова идет в атаку Опасный бросок Дамфус снова выбрасывает шайбу Туда, в зону Нью-Йорк Айлендерс Вот как-то немножко так успокоилась Игра, Монриль сейчас старается играть больше Опасный момент, еще один опасный момент Бросок за броском Патрик Ро выручает свою команду Еще один момент и гол 5-1 Стив Томас Да, и вот теперь недовольны уже гудят болельщики Монреаля Только что мы с вами видели, как они радовались А вот теперь они, естественно, недовольны Ну, наверное, все правильно Ну, я уж не знаю, о чем тут задумались игроки Монреаля Но столько бросков они позволили сделать игрокам Айлендерс И те все-таки, наконец, протолкнули шайбу в ворота Патрик Роа 5-1, Монреаль выигрывает по-прежнему Девятая шайба Стива Томаса в этом розыгрыше плей-офф Так, осмотрим, что у нас теперь здесь происходит Ну, Монреаль выбрасывает шайбу в свои зоны Подальше туда, в зону островитян Вообще, если вот так обратиться к команде Нью-Йорк Айлендерс То вот эта команда иногда может преподнести сюрприз Даже проигрывая 4-0, 5-0 Вот эти ребята могут и умеют атаковать Но уж Эл Арбур, это тренер, который может завести своих партнеров Ну что ж, друзья, мы с вами слышим Как поют болельщики Монреаля Как они это делают Вот когда их команда выигрывает Болельщики Монреаля всегда начинают петь И вот сейчас, ну просто знаменательное событие Мы слышим, как они поют А значит, они уже уверены в победе своей команды Айлендерс продолжает атаковать Пытаются они что-то изменить в этом матче А Леклер шайба Опасный момент И его сбивают И что? Свисток армитра Да, вот смотрим мы Не получил ли Леклер травму Смотрим мы повтор вот этого эпизода Ну, здесь явно его сбили Да, браво, браво, Дон Кахарский Вы опять не дали свистка Нет, свисток-то вы, конечно, дали Но вы никому не дали удаление Дон Кахарский Я восхищен судейством этого арбитра Ну что ж Значит, все там было по правилам А теперь не по правилам Да, вот здесь сейчас в Монреале царит уже такое праздничное, можно сказать, настроение Команда выигрывает, выигрывает 5-1 Выигрывает уверенно Конечно, есть еще время у Нью-Йорк Айлендерс Но вот не знаю, смогут ли они Воспользоваться этим временем, да И что-то попытаться изменить в этом матче Пока они безнадежно проигрывают Скажу вам честно Монреаль не та команда, которая вот так может растерять преимущество Да, вот ведя 5-0 Сейчас 5-1 Посмотрим, чем ответит островитяне Вот, смотрим, и Каспаратис Довольно-таки часто Даррюс появляется в составе Нельзя было входить сейчас островитянам в зону Монреале Потому как был бы офсайд А островитяне продолжают атаковать Гикарбано там старается сейчас действовать надежно Держит он игроков Айлендер И вот сейчас не получился контратака Ошибаются игроки Монреале Правда островитян ничего А вот здесь опасный момент Патрик Руа команду выручает в этом эпизоде Вот тут серия падений у нас И все по-прежнему Дон Кахарский не свистит Ну а теперь просто Монреаль отодвигает игру от своих ворот Выбрасывает шайбу, да Надо сейчас поспокойнее доиграть вот этот второй период Канадцам немного успокоиться Передохнуть и на третий период выйти, наверное, более собранным Потому как 5-1 и все еще может быть Хотя в полуфинале Кубка Стэнли Такое вряд ли возможно Хорошая сейчас была передача на пятак Но, увы, никого там из игроков в Монреале не оказалось Канадцы разыгрывают шайбу Стараются они сейчас подольше ее держать Но у нас пошла последняя минута второго периода И вот посмотрите, как болельщики Монреаля приветствуют это событие Команда выигрывает И все пока хорошо Островитяне пытаются атаковать Вот не точная передача Ну тут и разгадал уже и защитник Монреаля Куда будет направлена шайба Ну вот, пожалуйста, есть у Островитян еще время Опасный момент! Мог бы быть, правда, броска не последовало А тем временем Айлендерс продолжает атаковать Еще один опасный момент Патрик Роа отбивает Вот так посмотрите Островитяне запирает Монреаль Сейчас в их зоне И вот только сейчас удается канадцам выбросить шайбу И тут же отправится в контратаку Леклер! Не спешит уже Леклер Кин! Ах, передача-то не точная И в это время звучит сирена Заканчивается у нас второй период 5-1 Монреаль выигрывает И мы с вами отправляемся на перерыв Начинается у нас с вами третий период Полуфинал Кубка Стэнли Монреаль Комедианс у себя дома Против Нью-Йорк Айлендерс После двух периодов счет 5-1 Ну что же, у Нью-Йорк Айлендерса остается 20 минут чистого времени Для того, чтобы попытаться Этот матч спасти А у Монреаля остается 20 минут чистого времени Для того, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли И пока Монреаль, я вам скажу Намного, намного ближе Вот к этому событию К этому шагу, чем островитяне Ударный отрезок провел Монреаль Во втором периоде, когда практически подряд Были заброшены две шайбы И, наверное, вот это вот В какой-то степени предопределило Вот дальнейшие события на площадке Хотя, конечно, островитяне пытаются атаковать Но не совсем хорошо у них это получается Хотя, вот одну шайбу они смогли Отыграть У нас сейчас, по всей видимости, будет удаление Да, вот, пожалуй, здесь Волик будет удален Не знаю Дэйв Волик Вот, пожалуйста А всего-то 30 секунд прошло И, конечно, теперь задача островитяна На вот эти две минуты Она явно проста Просто не пропустить Попытаться отбиться И, может быть, тогда что-то уже создать А, может быть, сейчас попытаться провести Какую-то контратаку И попытаться забросить вторую шайбу В ворота Монреаль Кенедианс В ворота, который защищает Патрик Руа Ну что ж, посмотрим Получится ли у Монреаля Забросить шайбу в большинстве Подправить свою статистику Вот смотрим мы пока Игроки Монреаля так не особо идут вперед Да, вот тут у нас опять и свисток Да, сейчас, наверное, задача Монреаля Будет сводиться к тому Чтобы просто вот этот победный счет Удержать Ну вот один из Владельцев Команды Монреаль Кенедианс Сейчас нам его показывают Ну вот так как-то он очень внимательно Да, смотрит за всем происходящим На льду Нервничает даже так немного Да, наверное, все-таки это было видно Что человек переживает Хотя, наверное, вот сейчас Переживать, может быть, особо и нечего Потому как Ой-ой-ой-ой-ой А там что у нас? Травму, по-моему, получает Игрок Монреаля По-моему, это Эрик Дежарден Он сейчас находится на льду И, похоже, получил он травму Жак Демерс Что-то сейчас пытается объяснить Там арбитры Может быть, они Просмотрели нарушение Вот так занервничал он Да, ну Не хочется терять ему Эрика Дежардена Один из ведущих защитников Монреаль Кенедианс Посмотрим, что же там Вот видели вы этот эпизод Посмотрели, что там Произошло А, вот так ударил Вот кто-то из игроков Айлендерс Показывает нам Флетли Не знаю, он это был или нет Но вот почему-то нам Стараются показать Флетли А, видимо, значит, он Это действительно был Ну уж не знаю, насколько там Что-либо было серьезное Хотя, вот, смотрите На заднем плане Вот такой удар Ну вот сейчас, наверное, Эрику Дежардену Просто надо прийти в себя Немножко Отдышаться А Монреаль по-прежнему В большинстве опасный момент Глен Хилли там Упал Лежал, да Но вот ни у кого из игроков Монреали не получилось Добить шайбу в ворота И эпизод заигран Опасный момент Гол Гол 5-2 Ну что ж, вот так вот Островитяне Забрасывают вторую шайбу В ворота Монреали И посмотрите, даже здесь В форуме присутствуют Болельщики Нью-Йорк-Айлендерс Которых вот совсем, конечно, совсем мало Но они молодцы Они продолжают тоже поддерживать свою команду Ну что ж, 5-2 И у островитян еще есть время для того, чтобы попытаться счет сравнять Но вот не знаю, дадут ли это сделать игроки Монреаля Вопрос-то это уже спорный А островитяне идут вперед Опасный момент Тулэ Круп выходил на ударную позицию Но его бросок парировал по 3-круа Да, вот атака у Монреаля ответная, к сожалению, не получилась Ну что ж, посмотрим, что нас ждет дальше Монреаль сейчас просто контролирует шайбу Выбрасывает ее подальше от своих ворот А время-то идет Идет оно сейчас на пользу Монреалю Вот они поэтому сейчас стараются так играть Вот здесь-то поаккуратнее надо Да, мог сейчас возникнуть опасный момент Но все закончилось благополучно Дежарден шайбай И посмотрите Просто Дежарден вот таким образом Организует вход в зону игроков Монреаля Им это удается Передача на пятак на Кирка Мюллера Да, не удалось Кирку Мюллеру сейчас бросить поворотом Там мешали ему уже это сделать Торжон Пилос Каспарайдис шайба Вот посмотрите Каспарайдис Да, сейчас пытается Ну а, удаление Удаление сейчас будет Ну что ж, вот пожалуй сейчас у Нью-Йорк Айлендер Появляется небольшой шанс Для того, чтобы попытаться изменить ход этого матча Джон Леклер толкнул сейчас Дарьуса Каспарайдиса Дон Кахарский А когда Джона Леклера сбивали Когда он выходил один на один Вы этого не видели? Хотя находился рядом Дон Кахарский Ну что ж, не знаю С чем это связано 15 минут остается у Нью-Йорк Айлендерс Для того, чтобы попытаться сравнять счет в этом матче Посмотрите, в серии 21 раз Игроки Нью-Йорк Айлендерс Были в численном большинстве И смогли реализовать всего лишь одну попытку Так что вот я не уверен Что сейчас игрокам Нью-Йорк Айлендерс Что-то может удастся Хотя, я не знаю Может быть Элэ Арбор сейчас делает какие-то перестановки В зрениях И как-то будет что-то по-другому Вот посмотрите Пока Монреаль держит шайбу Контролирует он ее Контролирует ее Причем в зоне Нью-Йорк Айлендерс Но вот сейчас посмотрим на атаку островитян Вошли они в зону Монреал Вот теперь осталось только расположиться И возможно уже что-то тогда создать Вот расположились Опасный момент Патрик Роа выручает Эх, и не удается задержать островитянам шайбу в зону Монреал И пожалуйста, Кенеденцы ее выбрасывают А время сейчас работает именно на Монреале Островитянам побыстрее надо входить в зону Кенеденц Минуту еще будут играть островитяне большинстве И снова им это сделать не удается Канадцы шайбу выбрасывают Стив Томас начинает атаку своей команды Один он пытался уже войти И посмотрите Снова игроки Монреаля выбрасывают шайбу из своей зоны Ну а тем временем Уже 30 секунд остается островитянам играть в большинстве И пожалуй, видимо, им ничего не удастся сделать Гик Арбано сейчас там боролся за шайбу И еще несколько секунд убили таким образом игроки И Кенеденц находясь в меньшинстве Посмотрим сейчас, что сделают игроки Алидерс Опасная передача на пятаж Но там все четко Четко играют защитники И пожалуй, все Вот есть еще, наверное, 3 секунды Но бросать уже поворотом надо было И надо было делать раньше это Вот сейчас бросок Патрик Руа не смог накрыть шайбу Однако защитники ему помогают И все И теперь у нас проброс Да, 5-2 Монреаль выигрывает у Нью-Йорка Айленда Но во втором полуфинале встречаются Лос-Анджелес, Хильдс и Торонто, Мэйпл Ливс Вот один из возможных тоже финалистов Наверное, все-таки уже в финале Я думаю, мы с вами увидим Именно Монреаль Кенеденс Получил там игрок Айлендерс Травму это был Уве Круп По-моему, в лицо ему попали клюшки Вот посмотрите Еле-еле он едет Но не бросил он играть Да, сохранил шайбу для своей команды Так, а у нас что? По-моему, еще одно удаление будет Ну, понятно Гудят недовольно болельщики Монреали Не нравится им это И вот стараются они поддержать сейчас свою команду Смотрим мы что же Да, ну вот здесь, конечно Денис Савар вот сейчас Вы знаете, он мог нанести сейчас очень серьезную травму Уве Крупу Ну и посмотрите, что творится в форуме Просто такой шум сейчас и гул стоит на стадионе Болельщики Монреаля поддерживают свою команду Монреаль близок к выходу в финал розыгрышу Кубка Стэнли Последняя минута И вы посмотрите, что творится Что творится на стадионе Так, болельщики Монреаля приветствуют успех своей команды Посмотрите, как они поддерживают сейчас свою команду Что здесь творится Просто не передать Браво, браво Так любить хоккей Это просто великолепно Ну что ж, наверное и мы поздравляем Монреаль Кеннедиан с выходом в финал розыгрыша Кубка Стэнли Сезон 1992-1993 Последние секунды Пятая игра Полуфинал Кубка Стэнли Монреаль выигрывает 5-2 Ну что ж, вот они эти последние секунды И Монреаль Кеннедиан Выходит в финал Кубка Стэнли Звучит финальная сирена 5-2 Монреаль выигрывает у Нью-Йорка Айлендер Браво Поздравляем эту команду Жак Демерт Главный тренер Монреаль Кеннедиан Приветствует он болельщиков Мы традиционное рукопожатие Естественно уже по окончанию серии 4-1 Монреаль выиграл серию Нью-Йорка Айлендер Ну и теперь остается только ждать своего соперника по финалу Патрик Руа Вот он тоже приветствует Какие-то слова друг другу сейчас говорят хоккеисты И на данный момент это все Смотрите классику НХЛ на канале Семь ТВ Для вас работал Владимир Дегтярев Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты